В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я, Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Коротко о главных событиях. Мы в ответственности за наших детей. В областном центре прошло майское заседание облсполкома. В центре внимания вопрос о предупреждении правонарушений в подростковой среде и обеспечении безопасности и занятости среди несовершеннолетних в летний период. Этот город самый лучший и самый красивый город на земле. Брест надел яркий цветочный наряд. Областной центр готовится к цветочному фестивалю. Мы едем, едем, едем. Брещане выбирают места для отдыха. Специалисты советуют, как отпуск сделать по-настоящему запоминающимся яркими, а не печальными моментами. Он видел и гибель людей, и годы безверия. Он восстал из руины, стал символом легендарной Брестской крепости, символом стойкости и мужества, храмом-воином. Свято-Николаевский гарнизонный собор празднует свое 140-летие. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. В Кобринском районе прошел 16-й областной слет-конкурс Белорусской молодежной общественной организации юных спасателей пожарных. Обо всем прямо сейчас. Компьютерные гении, участившиеся случаи детских суицидов, камеры видеонаблюдения и ответственность взрослых за жизнь детей. На майском заседании Брестского областного исполнительного комитета шел разговор о предупреждении правонарушений, обеспечении безопасности и занятости среди несовершеннолетних. Разговор получился достаточно сложным, но все участники открытого диалога пришли к единому мнению. Впрочем, это давно известно. За детей ответственны взрослые, прежде всего родители, учителя и милиция. Лариса Осмолович продолжит тему. Чудесного появления малыша на свет очень ждут и родители, и бабушки с дедушками, и родственники. Маленький комочек попадает в ласковые руки и обеспечен уходом, вниманием, любовью. Кажется, так будет всегда. Но ребенок растет. Детский сад, школа, колледжи. Меняются приоритеты у малыша. Он становится и вовсе не малышом, и как-то незаметно отдаляется от близких. Становится неуправляемым в учебных заведениях, а дальше больше. Дурная компания, сигареты, спиртные, наркотики. Часто это заканчивается весьма плачевно. Несовершеннолетний попадает в поле зрения милиции за совершение правонарушений. Хотя это подчеркивал на заседании облсполкома Геннадий Войтович, начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД, уровень подростковой преступности в области по результатам четырех месяцев года достиг рекордно низкого показателя за последние пять лет. Успокаиваться и петь дифирамбы пока не стоит. Все не так гладко, а главное не везде. И если в сфере преступлений по незаконному обороту наркотиков среди несовершеннолетних происходит спад, то отмечается рост киберпреступности. В текущем году мы впервые столкнулись с проблемой системного совершения подростками преступлений в сфере использования компьютерной информации. Так, в феврале подразделениями Следственного комитета Республики Беларусь окончено предварительное расследование в отношении подростка, проживающего в городе Столине, который путем получения несанкционированного доступа к личным страницам пользователей различных социальных сетей совершил хищение средств более чем у 70 граждан, проживающих на территории всей нашей страны. Второй яркий пример детской киберпреступности имел место в январе текущего года. Десятилетний подросток, проживающий в городе Драгичино, путем подбора индивидуального кода совершил хищение денежных средств с благотворительного счета, открытого в городе Бресте на лечение малолетнего ребенка. Что отмечалось, именно зависимость подростков от интернета, а именно от соцсетей, в которых в последнее время активно распространяются игры, суицидальной направленности приводит к попыткам детей уйти из жизни. Кто виноват и что делать? Извечные вопросы. На первую часть можно ответить. Мы, взрослые, виноваты в большинстве случаев. У нас не хватает времени выслушать ребенка, поговорить с ним, дать правильный совет и сделать это ни один и ни два раза. Касается это и родителей, и педагогов. Дети гибнут на стройках, срываясь с высоток, травмируются под линиями электропередач, и мы спрашиваем, кто несет за это ответственность. Ответ очевиден и банален. Взрослые люди должны подавать пример. Взрослые люди должны самодисциплинироваться. Необходимо также усилить ответственность родителей за жизнь своих детей. Родители должны контролировать пребывание детей, я буду говорить, до 12 лет. Возможно, нам удастся провести это через закон. Но пока это на уровне области, вполне мы в состоянии, я считаю, сделать. Но ухау на Брещене в плане контроля за детьми достаточно. Например, оповещение родителей через СМС о приходе детей в школу и их уходе. В Бресте такая система введена в 26-й средней школе. Заходит в школу ребенок, и родители получают СМС-сообщение о том, что ребенок в школе. Выходит ребенок из школы, СМС, что он вышел со школы и так далее. То есть это очень серьезный нормальный проект. Вы в курсе этого проекта? И если в курсе, то какое ваше мнение? Потому что, честно говоря, приходится разного услышать от прессы, от родителей и так далее. То есть можно ли какую-то вашу позицию? Да, я в курсе этого проекта. Более того, инициатор, субъект хозяйства, я не помню, инициатор, обращался письменно в управлении внутренних дел. За наше мнение мы дали ответ, аргументированный ответ. Безусловно, эта система, она будет работать на безопасных детей, однозначно. Но, давая ответ, мы говорили, что надо учитывать добровольный характер. Сколько родители там на платной основе осуществляются. Не все, наверное, и будут разногласия в этом плане. Здесь момент такой, щепетильный. Но о щепетильности многие родители не говорят. Говорят о необходимости внедрения данного опыта в школах. На сегодняшний день компанией «Инфопост» совместно со средней школой номер 26 подведены определенные итоги этой работы, двухмесячной работы. Проведено анкетирование родителей учащихся, то есть участников образовательного процесса, педагогических работников. В результате около 85% родителей высказались за продолжение этой работы, как и учащихся более 70%. В связи с чем родители поддерживают эту систему контроля доступа. Мы планируем установку таких систем в учреждениях образования с количеством учащихся более 500. В учебных заведениях вводятся системы видеонаблюдения, что также нужно. Геннадий Войтович подчеркнул, что эта практика в оздоровительный летний период будет присутствовать и в лагерях отдыха. Об этом говорил и руководитель МВД Белоруссии Игорь Шуневич. Мы традиционно включаем несколько своих программ по обеспечению безопасности именно детей. Это и безопасность дорожная, внимание детей, акция, которая сегодня проходит. Это обследование лагерей, мест массового пребывания деток, обеспечение безопасного пребывания там. Это различная профилактическая работа, инструктажи, какие-то занятия и так далее, дабы предотвратить возможные чрезвычайные происшествия на воде, на природе, на отдыхе и так далее. Традиционно обращаем внимание на то, что все детские беды – это производные от недостаточного внимания со стороны взрослых. Поэтому хотелось бы, чтобы не только дети нас слышали, конечно, это аудитория, в первую очередь, на которую обращено наше внимание, но и чтобы взрослые понимали свою ответственность за то, что любая трагедия, которая случается с ребенком, это в этом виноваты взрослые, начиная от дорожно-транспортного происшествия и заканчивая всем остальным. Поэтому мы актуализируем сегодня тему безопасности в преддверии сезонного отдыха. Именно такая актуализация направлена на взрослых, на тех, кто отвечает за обеспечение отдыха. Кстати, о детском оздоровлении. В этот процесс должны быть включены все дети – и благополучные, и так называемые трудные подростки. Они еще и в большей мере. На заседании было высказано мнение, что детских баз отдыха на Брещене могло бы быть и больше. Надо рассматривать вопрос о нестроительстве. Есть различные, как говорится, освободившиеся площади, где можно реконструировать, смодернизировать и использовать под пионерские оздоровительные лагеря. Хотя мы сейчас из субботника им достаточно неплохо помогли. По-старому 2 миллиарда 280 миллионов перечислили на этих 20 лагерей, потому что там часть ведомственных есть. Поэтому я считаю, что я не готов сегодня для того, чтобы оздоравливать детей. Олег Иванович, Юрий Николаевич, если такие объекты у нас, мониторы, надо сделать ревизию бывших когда-то лагерей. Если они действительно в нормальном состоянии, требуется какая-то небольшая финансовая поддержка. Это можно продумать на будущие годы и поработать над этим направлением. Мы, взрослые, несем ответственность за судьбы и жизни наших детей, а потому эту ответственность мы, взрослые, должны принимать не как служебную обязанность, не как отписочку и галочку в отчете, а как общее большое дело. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Цветочный и зеленый пограничный Брест. С приходом теплых дней в городе стало не только много солнца и света, но и ярких, пестрых, переливающихся всеми цветами радуги красок. Все потому, что озеленение города над Бугом всегда было, есть и остается неотъемлемой частью кампаний по благоустройству города. Работы стартовали в середине марта, а скоро наступит летний сезон. Мы убедились лично, что Брест в калейдоскопе цветов в этом году удивит своим великолепием и разнообразием, а областной центр сохранит статус зеленого города. Акцент кампании по благоустройству 2017 года – оформление города живыми цветами. Такая задача была поставлена городской властью в рамках подготовки Бреста ко дню города. Уже сегодня во многих уголках областного центра можно увидеть богатую цветочную композицию, которая радует глаз и создает соответствующее настроение. Бегония, Питония, Тагетис, Сурфиния, Пеларгония. Брест превращается в цветущий город-сад и этим не восхититься невозможно. Пестрые цветочные ковры выстланы практически на всех центральных улицах города. Брестский Арбат, улица Мицкевича, Московская Гоголя, бульвар Шевченко, набережная. Здесь развернулись самые зрелищные флористические композиции, от разноцветия которых захватывает дух. Очень нравится, когда цветы. Я думаю, что Брест очень красивый город, потому что у нас много цветов. Гуляешь по городу, кругом много цветов, много зелени. Коммунальные службы работают, по-моему, отлично. Очень, очень нравится. Очень красочно хороший город, не хуже южных. Цветочное оформление городских территорий – процесс творческий, но крайне ответственный. Ведь на кону эстетическая красота шумных центральных улиц и тихих спальных районов, скверов и парковых зон, аллей и площадей. А отвечать за летнее преображение нелегко, ведь марку нужно держать. Неспроста, ведь пограничный город считается не только самым чистым краем в Белоруссии, но и одним из самых благоустроенных. А потому, не изменяя традициям, ответственно, серьезно и кропотливо в предании лоска, родному краю подключились работники коммунальника. В этом году мы посадили силами нашего предприятия порядка 650 деревьев на городских территориях, порядка 3,5 тысяч кустарников, это включая объекты капитального строительства и текущее содержание города Бреста. Значит, планируем высадить цветочные рассады в этом году порядка 750 тысяч, именно однолетние цветочные рассады. Оригинальными решениями в виде цветочных зонтиков, коктейлей и традиционных бабочек, а также просто свежей зеленью. Природой, словом, всеми красками приходящего лета насладиться могут жители микрорайонов города. Даже там, где буквально полгода назад пустовали бедные на зеленые насаждения территории, сейчас развернулись красивые зеленые зоны, места для прогулок и отдыха. К примеру, осенью прошлого года в рамках месячника по благоустройству в микрорайоне Юго-Запад на пешеходной аллее, что возле гипермаркета Евроопт, было высажено порядка 140 молодых деревьев. Сегодня там уже подрастает черемуха, ива, сирень и рябина. В каждом районе города Бреста, даже в самом отдаленном, есть, по крайней мере, хоть маленькое, но цветочное пятнышко есть в каждом районе. Нету таких обделенных районов. Да, понятно, центр города, он как бы, как основная, скажем так, черта, которую посещают туристами, она более украшена. Спальные районы наши, да, меньше, но везде есть, скажем так, цветочное оформление. Деревья подрастают и дела продолжаются. Напомним, каждый год около двух тысяч новых деревьев появляется в Бресте. Уже сегодня силами работников коммунальника в городе высажено свыше 600. Однако выбор зеленых насаждений не случайен. Он обусловлен рядом причин. В основном это были клёны, каштаны, липа. Это такие деревья, которые более, скажем так, выносливы в городских условиях, которые растут в нашей агрессивной среде. Это выхлопные газы, песчано-соляная смесь, которая посыпается на городских территориях для борьбы с обледенением. А на День города жители и гости областного центра смогут подвести своеобразный итог цветочной кампании по озеленению Бреста. Сделать это можно будет 30 июля на фестивале цветов под говорящим названием «Краски Бреста». На празднестве у всех будет возможность по достоинству оценить цветочные подарки, оригинальный подход к флористическому делу, акценты оформления, словом профессионализм и вкус специалистов службы озеленения города и просто любителей цветов. Буквально через несколько дней в календаре наступит пора, которую с особым трепетом всегда ждут и взрослые, и дети. В страну придет жаркое, насыщенное красками и событиями лето. Пока одни уже определились с местом проведения досуга для своей семьи и уже живут в предвкушении путешествий, другие в буквальном смысле сидят на чемоданах в ожидании отъезда, а кто-то только планирует, как провести время не только интересно, но и с пользой. А наш корреспондент Анастасия Назрин-Плотницкая решила узнать, как правильно организовать летний отпуск, кто может помочь с планированием и что нужно учесть, собираясь в дорогу. Болгария, Чехия, Словакия, Румыния и даже Грузия – это только часть направлений, в которые в этом году пожелали отправить собрещание, обратившись к туроператору. Найти в агентстве что-нибудь на июнь практически невозможно. Консультанты разводят руками, только через горящее предложение. Многое было выкуплено с использованием системы раннее бронирование. Остальная часть исчезла в первый месяц весны. Спросом пользовались как индивидуальные предложения, так и семейные. Специалисты отмечают, все чаще брещане стали доверять план организации своего отдыха профессионалам. И это оправдано. Так можно застраховать себя от всевозможных рисков и быть уверенным, что отпуск пройдет на десятку. У нас в сочетании цены, качества плюс безопасность, опять же, не на последнем месте, сохраняется болгарское направление, самолетно-автобусное. Что касается Украины, да, она востребована снова, но уже ездит на побережье Одесской области. Это и Затока, и Коблева. Однако, приобретя путевку, не забудьте позаботиться о своем здоровье, советуют медики. Перед тем, как отправиться в теплые дальние страны, важно узнать состояние своего здоровья, чтобы в поездке не столкнуться с неприятностями. Поэтому перед отъездом лучше пройти обследование. Кроме того, не поленитесь узнать у туроператора, нет ли в выбранном регионе вероятности подхватить экзотическое заболевание, а также особенности культуры поведения и питания. Питаться стоит только в установленных местах. Это могут быть гостиницы, столовые, кафе. Не следует покупать питание с рук, на рынках, в каких-то торговых палатках и продукты неизвестного происхождения. Желательно, конечно, на отдыхе покупать продукты питания в уже фабричной упаковке либо в термически обработанном виде. Значит, что касается воды. Воду пить можно только дистиллированную, значит, либо кипяченую. Фрукты и овощи желательно тщательно мыть и обрывать также кипяченой водой. Если Мальдивы, теплый песок и море пока только мечты, значит, самое время побывать на отдыхе и лечении в белорусских здравницах. Сегодня они пользуются особой популярностью у гостей из ближнего зарубежья – России и Украины. Хотя среди отдыхающих можно встретить и представителей других государств. Укрепляют свой иммунитет в отечественных санаториях и домах отдыха и белорусы. Многие, влюбившись в такие удивительные природные места, оценив достоинства белорусской медицины, за границу особенно не спешат. Летом отдохнет порядка 2000 детей из пострадавших районов, порядка 500 человек детей инвалидов до 18-летнего возраста. Ну а что касается семейного отдыха и родителей с детьми, которые просто хотят не полечиться, а отдохнуть, то, естественно, такого учета у нас нет. Но это количество, когда мы проходим летний период, и мы подводим итоги, то он равен порядка 100 тысяч человек. Это и дети, и взрослые получают оздоровление или санаторно-курортное лечение. Система детского отдыха и оздоровления также в этом году представлена широко. Практически с первых дней июня в городе Бресте и области заработают летние лагеря круглосуточного и дневного пребывания. Под особым вниманием будут ребята из неблагополучных и многодетных семей. На их лечение и оздоровление в бюджете предусмотрены дополнительные дотации. Что касается санаторно-курортного лечения, то отдыхают родители с детьми. Если есть медицинское показание для ребенка, то ребенок бесплатно, а мама 15% от стоимости путевки. Что касается вообще детского населения в санаторно-курортной сфере, то все путевки детям бесплатно. Что касается летнего отдыха детей, это уже не санаторно-курортное лечение, а отдых, то здесь ситуация выглядит таким образом, что государство на каждого ребенка, не буду говорить много цифр, скажу, что порядка 55% от стоимости детского отдыха оплачивает государство. В ходе этой летней оздоровительной кампании мы должны оздоровить около 4 тысяч деток в лагерях с круглосуточным пребыванием, а также 7700 детей, я округляю немножко цифры, в лагерях с дневным пребыванием. С круглосуточным пребыванием лагеря в городской местности работают тоже. В основном они располагаются на базе учреждений общего среднего образования. А что решили для себя брещане, как планируют провести лето, куда поехать и что посетить? С этим вопросом мы отправились на улицы Бреста. Очень люблю жару, загорать любим, ездить на озеро. Ждете каникул? Да, очень. А что на каникулы планируете делать? Гулять. Лето очень ждем, хочется наконец-то тепла, потому что весны у нас не было. А какие планы пока работать? Отдохнуть не удастся, но надеюсь, хотя бы погода будет радовать, и можно будет выбраться куда-нибудь за город на шашлыки, или поплавать просто круто. Отдых родственники Калининграда. Естественные шашлыки. Ну, у нас как бы участок не сильно большой, поэтому и отдыхать есть место, и работать тоже немножко. Поэтому надо совмещать полезное с приятными. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербай, Эдуард Букунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы «Буганформ». Следующая информация также будет полезна отпускникам, в частности тем, кто собирается за границу. Уделите особое внимание упаковке чемоданов и особенно аптечек. Проверьте, все ли лекарственные средства можно провозить через границу. Есть ли документы на те препараты, которые нужно принимать по предписанию докторов, но они в списке запрещенных к простому ввозу-вывозу. Будьте внимательны и при покупке лекарств за рубежом. Это важно. В противном случае долгожданный отпуск может принести не самые положительные эмоции или даже закончиться толком и не начавшись. По словам специалистов, в последнее время участились случаи выявления преступлений и правонарушений, связанных с ввозом на таможенную территорию Евразийского экономического союза физическими лицами лекарственных средств, содержащих наркотические или психотропные вещества. В 2016 году в Брестской таможне было выявлено 103 факта перемещения через таможенную границу Евразийского союза лекарственных средств, в состав которых входили наркотические средства, либо психотропные вещества и их прекурсоры. В 19 случаях было возбуждено уголовное дело по статье 328.1 за незаконное перемещение лекарственных средств через границу. Изъято из оборота 20,5 тысяч таблеток. В первом квартале 2017 года выявлено 17 фактов незаконного перемещения через границу лекарственных средств. Шесть граждан привлечены к административной ответственности. А между тем, ответственность, предусмотренная за такой вид преступления с закона, очень серьезна. Граждане, которые планируют пересекать границу, должны знать, что за незаконное перемещение лекарственных средств через границу может у них возникнуть ответственность в рамках уголовного кодекса. Это 328 статья 1, которая предусматривает лишение свободы на срок от 3 лет до 7 лет с конфискацией имущества, либо административная ответственность по статье 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф до 30 базовых величин с конфискацией товара. Список запрещенных веществ, а также тех, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза и вывоза, есть на сайте Евразийской экономической комиссии. Если вы не уверены, что тот или иной препарат можно провозить, проходите таможню по красному коридору. Также гражданам можно порекомендовать, если они берут с собой лекарственные средства и не уверены, попадают они в список препаратов, в отношении которых установлен разрешительный порядок перемещения, им лучше для перемещения выбрать красный коридор, произвести письменное декларирование, и в процессе декларирования уже уточнит инспектор необходимым разрешительный документ, либо нет. Детальную проверку конфискованных препаратов осуществляет комитет судебных экспертиз. Его специалисты проводят экспертизы и исследования по постановлениям правоохранительных и таможенных органов, дают заключение о том, какие вещества и в каком количестве содержатся. За четыре года функционирования только в Брестском областном управлении комитета по заявлениям таможни было проведено порядка 370 таких экспертиз. Граждане Республики Беларусь, а также иностранные граждане, зачастую перевозят через границу, помимо запрещенных веществ, к которым относятся явные наркотические средства, зачастую перевозят и лекарственные средства, которые они приобретают в свободном доступе через розничную сеть, либо аптечную сеть за границей. При этом не подозревая, что данные лекарственные средства могут содержать в своем составе запрещенные у нас в стране к обороту вещества. К таким лекарственным средствам зачастую относятся, например, обычные таблетки от простуды, которые могут содержать в своем составе психотропное вещество псевдоэфедрин, которое у нас запрещено, либо обезболивающие лекарственные средства, которые могут содержать в своем составе морфин, опий. Чтобы не попасть в просак, внимательно читайте инструкцию. В ней указан полный список компонентов препаратов. К слову, порой сложности возникают не только с лекарствами. В качестве примеров специалисты приводят случаи изъятия и проверки пищевых продуктов и сувенирной продукции. Бывают случаи, когда изымают на границе у граждан различную пищевую продукцию. Были случаи изъятия кексов, содержащих в своем составе особо опасное психотропное вещество, тетрагидроканабинол, а также алкогольная продукция типа ликеров, которые также содержали в своем составе, хоть и незначительно, но запрещенные у нас в стране к обороту вещества. Бывает, на экспертизу к нам поступают сувенирная продукция, например, шоколадки, либо леденцы, на упаковке которых изображены стилизованные части фрагментов растений конопля. Обычно данная продукция подконтрольных веществ в своем составе не содержит, однако все равно эти вещества попадают под пристальное внимание таможенных органов и проводится в любом случае экспертиза. Одним словом, будьте внимательны и осторожны, чтобы отпуск принес столько позитив и яркие положительные эмоции. 140 лет в этом году исполнилось одному из самых известных, одному из самых почитаемых храмов города Бреста – Свято-Николаевскому гарнизонному собору в крепости Герои. История этого храма сложная, она полна трагических событий и драматических ситуаций. Святыня, от одного взгляда, на которую замирает сердце, и которую особо чтут брещане, прошла тернистый путь к сегодняшнему величию. Этот храм можно назвать символом города над Бугом, ведь его судьба неразрывно связана с судьбой Бреста, с судьбой его жителей, сначала создавших святыню, потом ее разрушивших, затем воскресившим. 22 мая, когда Православная Церковь чтит день перенесения мощей святителя Николая из мир Ликийских в бар, божественную литургию в Свято-Николаевском гарнизонном соборе возглавил высокопреосвященнейший Иоанн, архиепископ Брестский и Кобринский, подчеркнув, что в этот день празднуется и 140-летие со дня освящения храма. 140-летие со дня освящения и свой престольный праздник отметил единственный в Беларуси гарнизонный храм святителя Николая Чудотворца в крепости Героя – Белая Церковь. Так с любовью называют собор его прихожане, с любовью и благоговением шли в храм Берестейцы. С самого утра несли вахту солдаты роты почетного караула и кадеты средней школы номер 35. Божественную литургию возглавил архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. Сотни прихожан прошли крестным ходом вокруг храма, после чего владыка Иоанн обратился с архипастерским словом к молящимся. Мы празднуем также память освящения этого храма. Сто сорок лет. Немного. Есть у нас храмы и по пятьсот лет гепартии. Но за эти сто сорок лет этот храм перережил столько, сколько может быть. Сто, если взятых храмов, мы перенесли. Мы видим фотографии, мы вспоминаем Иссоеве. Мы видим внутри этот храм. Все это говорит о том, что он как воин стоял на страже нашего Отечества. Здесь, на границе, стоял на страже святого православия. И несмотря на что, несмотря на то, что бомбили, превращали плуг, закрывали, разрушали, он стоит и будет стоять, несмотря на что, будет стоять столько, сколько будет стоять этот мир. История Свято-Николаевского гарнизонного храма берет свое начало в 1851 году. Однако строительство было завершено в 1879. Судьба его неразрывно связана с историей государства. Вместе с государством он переживал все счастливые, драматические и трагические события. Собор был задуман автором проекта Давидом Гримом, как архитектурно-композиционный центр Брестской крепости и должен был выполнять оборонительную функцию. В 1906 году он стал главным воинским храмом западного приграничного округа. Страдания собора начались уже в Первую мировую войну. Он был сильно разрушен. Были вывезены колокола в Россию. Поскольку Брест к Парижскому договору стал частью Польши, храм в 1919 году был освящен как гарнизонный костел святого Казимира. Это дело было поручено известному польскому архитектору Юлиану Лисецкому, который достаточно гуманно подошел к своей задаче и фактически надстроил стены костела над стенами храма. Не разрушая. Не разрушая, да, не разрушая стены храма. Вот что, благодаря чему удалось все-таки сохранить эти стены, несмотря на страшное лихолетие Великой Отечественной войны. Это было своеобразным, как вы говорили, саркофагом. Да, это саркофаг, это, можно сказать, такой бронежилет, который храм на себя одел для того, чтобы сохраниться, для того, чтобы потом восстать из пепла. Восстал из пепла храм не сразу. В 1939 году, после присоединения Западной Беларуси к СССР, он использовался как гарнизонный клуб. А в 1941-м именно собор стал главным пунктом обороны. Ему вместе с легендарными защитниками крепости пришлось пройти через весь ужас фашистского нашествия. На себе испытать всемукие страдания вместе с солдатами, отражать удары немецких оккупантов. Собор был сильно разрушен. Шрамы от пуль и снарядов по сей день видны на стенах храма. И если Брестская крепость – символ воинского мужества, то гарнизонный храм – символ духовной твердыни. Но и на этом его печальные страницы не закончились. Уже в мирное время его использовали кто и как мог. Его хотели вовсе стереть с лица земли. Но на защиту встали ветераны Великой Отечественной. Было принято решение местной властью взорвать этот храм. Но, узнав об этом, ветераны Великой Отечественной войны, они тогда еще были в силах, их было много. Одели ордена, одели свои мундиры, медали. И вот заявили о том, что они ни в коем случае не дадут разрушить этот храм, потому что это не просто место молитвы, это место боевой славы. Они примерно так сказали власть придержащим, что нам не важно, в кого вы верите или не верите. Исповедуете вы Бога или не исповедуете. Атеисты вы или вы верующие люди, нам совершенно не важно. Нам важно то, что здесь погибали наши боевые товарищи. Здесь проливалась кровь за нашу Родину, шли бои. И если вы уничтожите эти руины, вы фактически погребете память о нашей истории, о тех подвигах, которые совершали защитники Брестской крепости. Мы вам не позволим это сделать. Собор был законсервирован. К жизни он начал возвращаться лишь в 1994 году. И с первых дней возрождения его настоятелем и строителем был протеерей Игорь, ныне покойный. Он внес значительный вклад в дело возрождения и приходской жизни гарнизонного собора. 50 лет в руинах, и он выстоял. Он не рассыпался, не распался. Поврежденный, изувеченный войной выстоял. И в 1994 году был возвращен церкви, началась его реконструкция. И опять же, наверное, какой-то особый божественный промысел есть об этом храме, поскольку уже в 1994 году этот храм посещает святейший патриарх Алексей II. А 24 июня 2001 года, уже во второй свой визит, святейший патриарх освящает главный престол этого храма, честь святителя Николая Чудотворца. Сегодняшний настоятель Свято-Николаевского собора Иерей Виталий, продолжатель всех добрых дел отца Игоря. Белая церковь сияет золотым куполом. Все большее количество людей идет в храм, чтобы поклониться старинным, намоленным иконам, чтобы прикоснуться к святыням, чтобы прочувствовать всю ту мощь, силу и величие, которая исходит от стен собора. Некие трепеты и благоговения у каждого прихожанина возникают при посещении церкви. Я появился в этом храме давно, 17 лет назад, совершенно случайно. И прослушал проповедь отца Игоря, первого настоятеля. Был потрясен. Это было первое. И второе – это потрясение, которое я испытал от той наполненности духовной, которой наполнен храм. Это особенный храм. Я когда сюда захожу, у меня сразу появляются слезы. Они не знают, куда они берутся. А потом становится почему-то легко и просто. И жизнь воспринимается по-другому. Так что спасибо, что он есть. Для меня здесь уже этот храм стал поистине родным домом. Я работаю два года. И каждый раз, посещая этот храм, по приглашению отца Виталия, который стал, я не побоюсь сказать, моим настоящим другом, испытываю благовение, благовение. Это ведь не только храм. Это уже свидетель истории. Столько прокатилось через него разных событий, которые значительно повлияли на судьбы и белорусского народа, и всех народов мира. Он пережил это. Он сегодня живет. Я вижу, с какими глазами, горящими глазами люди идут в этот храм. Значит, он выполняет свою миссию. Он нужен. Мы его любим. Высокие гости. При приезде в Брест приходят в Свято-Николаевский гарнизонный храм. В ночь на 22 июня 2015 года, в 74-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». В Николаевском храме представитель Русской Православной Церкви совершил заупокойную литию в памяти защитников Брестской крепости и всех павших в Великой Отечественной войне. Главы наших государств – это и президенты Российской Федерации, Борис Ельцин, Дмитрий Медведев, Владимир Путин посещали этот храм. Да, конечно же, наш президент Александр Григорьевич Лукашенко не один раз был здесь. Поэтому, да, приезжал президент Украины Леонид Кучма, который приехал не с пустыми руками, он подарил нам колокола. Эти колокола сегодня находятся здесь, на храмовой колокольне. Николаевский гарнизонный собор возродился и стал не только духовным прибежищем для жителей пограничного Бреста, но и национальным достоянием всего белорусского народа, символом духовной твердыни. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук специально для итоговой программы. 16-й по счету областной слет-конкурс Белорусской молодежной общественной организации юных спасателей пожарных прошел в Кобринском районе. Как и прежде, на протяжении трех дней активисты из разных уголков Брещины состязали за первенство в нескольких спортивных испытаниях, демонстрировали как физическую подготовку, так и сплоченность команды. Программа проведения слета учащихся в учреждении общего среднего образования по факультативному курсу безопасности жизни и деятельности была насыщенной и интересной. В этом убедилась наша съемочная группа. София Бережная продолжит тему. Областной слет-конкурс большинство ребят ждут целый год, потому что знают, впечатлений хватит надолго. Традиционная майская встреча школьников со всей Брещиной – это как раз тот случай, когда удачно совпадает и место, и само мероприятие. На слезь пишут те, кто предпочитает риск, адреналин – экстрим общения и творчество. За всем этим зарядом энергии они ежегодно приезжают сюда. Стоит ли говорить о том, с какими эмоциями прощаются, уезжая? Программа мероприятия всегда разнообразна. Никаких трафаретов. Каждый год ребят ожидают масса нового и интересного. Помимо спортивной составляющей конкурса, он включает и творческую. К ней внимание особое. Команда участников представляет свои палаточные городки. И атрибуты, и символы, и эстетическое оформление, и обустройство, и презентация своего региона. Все приветствуется. Большой плюс – оригинальность. Судейский состав возглавлял заслуженный спасатель Беларуси Константин Шуршунович, что добавляло ответственности. В этом году ребята постарались на славу, встречали гостей креативно и с сувенирами. В каждом районе были проведены свои районные слеты, городские слеты. И сюда прибыли победители районных соревнований. Конечно, это самый активный коллектив молодежи, юных спасателей, которые по-настоящему вносят большой вклад в общее дело по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Очень все нравится. Команда у нас очень хорошая, ребята все дружные. Также новые знакомства тут. Очень много всего интересного, природа – это тоже хорошо. Какой год участвовать в слете? Это уже будет третий, но еще когда я была маленькая, приезжала с дядей. Какие самые яркие воспоминания остались после слета? Самые яркие воспоминания? Ну, наверное, мы уже три года подряд занимали первое место. И как-то уже хочется держать марку. Участники слета приехали побеждать. Иначе как объяснить упорные тренировки, которые начались задолго до долгожданного события? Какие испытания им предложат организаторы, оставалось догадываться. А потому нужно было быть готовыми в буквальном смысле ко всему. Отточенные упражнения, будь то боевое развертывание, туристическое переправа, водная преграда или эстафета – залог успеха на испытаниях. Переправа на условный остров – одно из множества испытаний конкурса. Задания, на первый взгляд, несложные, если бы не различные нюансы. Доставить лодку к берегу, добраться до точки назначения. Быстро, грамотно и безопасно. Потрудиться пришлось, но на то и состязание. Ребята готовятся всегда, всегда с радостью откликаются на наше предложение поехать, поучаствовать в данном слете. И каждый день приходят с радостью к нам в горный отдел по чрезвычайным ситуациям на тренировки. Всегда у них очень много вопросов, интересуются, как сделать так, чтобы улучшить свое время, чтобы обогнать другие команды. Скучать на слете точно не пришлось никому. Активный отдых, конкурсные испытания, да и просто бытовые заботы в лагере. Вот так насыщенно прошли три дня для ребят. Как всегда ярко, зрелищно и активно. Вместе с удовольствием молодежь Брещина получила массу полезного. В том, что касается культуры безопасности, творческой инициативы, здорового образа жизни. А потому можно считать, 16-й слет не прошел, а состоялся. Ведь цели его были достигнуты. София Бережная, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазачук. Специально для итоговой программы. Такой яркой и насыщенной событиями была прошедшая неделя. Все материалы, которые вышли в эфир, вы можете найти на сайте нашей телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. А я напоминаю, на канале Бук-ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. Летняя погода ожидает в ближайшие дни Брещан. Беларусь будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Лишь ночью в крайних северо-восточных, а днем в крайних западных регионах страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Сплошное солнце. Так можно охарактеризовать воскресный день в Бресте. Ночью синоптики прогнозируют 11 градусов, а днем воздух прогреется до 24. Мало что изменится в погодных условиях и в первый раз. Рабочий день в понедельник 29 мая. Будет жарко, солнечно и без осадков. Лишь во второй половине дня проявит себя западный порывистый ветер. Температура воздуха составит 13-15 со знаком плюс ночью, дневной максимум 25 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова